Как прежде, старая мельница крутится, вертится, бьется о камне вода. У Андрея Шмоткина, как у известного композитора Игоря Николаева в известной песне, только есть одно существенное отличие. Здесь и мельница новая, и сделана она своими руками. Своими руками Андрей сделал не только мельницу. В этом году жители улицы Красноармейской и других близлежащих увидели новый комплекс скульптуры из дерева. Старался, чтобы не одно и то же было, вроде что-то как-то подрошили, что-нибудь чуть-чуть новое, ну вот так где-то как-то мельница и все это. Более совершенствовало. Ну самому приятно, когда дети здесь бегают, они тоже радуются уже по-своему. Все поделки из сосны, говорит Андрей. Это дерево подходит больше других, а работает в основном зимой, когда домашних дел поменьше. Увлечений передалось и дочери. Настя не просто наблюдает за процессом, старается запомнить и перенять. Я когда выхожу зимой в школу, он постоянно там изделия делает из дерева. Некоторые фотографируют уже в интернете фотографии нашего участка. А тебе самой нравится? Очень. Как и папа, девочка сама рисует эскизы. Вот и кроватку для куклы сделала своими руками. Среди композиций на придомовом участке ей больше нравится сказочный теремок. Впрочем, у каждого, кто проходит мимо, есть свои любимые скульптуры. А больше всего дерева. Почему? Не знаю. Не знаю. А я еще спрашивала, она там гвоздиками прибита, все. Вот нам нравится. А может быть, что это, птички? Аисты? Наверное, да. Да? Да. Красиво. Стремиться надо. Обновления композиций ежегодные. Каким будет участок следующим летом, Андрей пока еще не решил. Но, по словам юной помощницы, некоторые задумки все же есть. Хотела бы сделать, не знаю, ну, погоди, наверное, и Шрека. У нас была такая у папы задумка, сделал Шрека, наверное, на следующий год. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.